Всем добрый день! Меня зовут Олеся. Давайте сегодня приготовим знаменитые фрикадельки из Икеа. В прошлом году, в апреле прошлого года, Икеа опубликовала в своем инстаграме, рассекретила секрет своих фрикаделек. И теперь любой желающий может приготовить их дома. Для приготовления нам потребуется полкилограмма фарша из говядины, 250 грамм фарша из свинины, 1 лук, 1 зубчик чеснока, 1 яйцо, 5 столовых ложек молока, 100 грамм сухариков, соль и черный молотый перец по вкусу. Я лук нарезаю достаточно крупно, потому что буду размалывать его в блендере, чтобы не было таких явных кусочков лука. Вы делайте так, как вы любите. Можете меленько нарезать, можете пропустить через мясорубку, либо так же, как я, размолоть в блендере. Соединяем два типа фарша, добавляем перемолотый лук, добавляем яйцо, молоко, всыпаем сухарики, сухарики я сделала домашние, в самом начале видео вы это видели. Пропускаем через пресс чеснок, в оригинальном рецепте 1 зубчик, у меня были небольшие, я взяла 2. Добавляем черный молотый перец и соль по вкусу. На это количество мяса, чтобы были слегка соленые, нормально соленые, уйдет примерно 1,5 чайной ложки соли. Вы делайте по своему вкусу. Тщательно вымешиваем фарш, буквально вот отбиваем даже его, как тесто, можно даже похлопать его, чтобы фарш был хорошо-хорошо вымешан, отбить даже, я бы сказала. Для формовки буду использовать вот такую мерную ложечку, это столовая ложечка, 15 мл ее объем, поднос смазываю растительным маслом, набираю ложечкой фарш и формую влажными руками шарики. Руки смачивайте обязательно в холодной воде, тогда фрикадельки, шарики у вас будут идеально ровные, не будет фарш подлипать к рукам, такие вот ровненькие колобочки у вас получатся. Таким образом формируем полностью все фрикадельки, выкладываем их на какие-то вот подносы, смазанные растительным маслом, их получилось у меня 30 штук на большом подносе и 17 штук на маленьком. Обязательно их охлаждаем хорошо перед тем, как будете обжаривать. По рецепту нужно охладить пару часов в холодильнике, но я по-быстрому поставила в морозилку буквально на 10-15 минут. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде, буквально в течение пары минут, слишком долго как-то обжаривать не нужно, просто чтобы вот они такого золотистого цвета стали, схватились и потом во время жарки не выделялся вот белок из них. Перекладывайте в форму для спекания. Удобно их при обжарке вот так как бы даже не переворачивать, а потрясывать сковородку, тогда они ровненькие, остаются кругленькие. Я форму застелила бумагой для выпечки и переложила обжаренные фрикадельки в форму. Обжаривать также советую партиями, чтобы не испортить их внешний вид. Прикрываем форму фольгой, отправляем в духовку. И самое вкусное в этом рецепте, это просто фантастический кремовый соус на сливках. Для его приготовления потребуется 40 г масла, 40 г муки, 150 мл овощного бульона и 150 мл говяжьего. Я взяла 150 мл обычного бульона и просто разбавила его водой для того, чтобы не готовить овощной бульон. Также сливки 150 мл, соевый соус, который у меня отсутствует, это одно отступление от рецепта, и чайная ложка горчицы. Масло нужно растопить, всыпать в горячее масло муку, тщательно перемешать, немножечко прогреть эту смесь и потом порциями постепенно добавлять бульон. Желательно тепленький, либо комнатной температуры, не холодный. Желательно влить сначала половину бульона, так вы лучше всю массу соединить, и чтобы не было никаких комочков, а потом уже остатки. После того, как ввели весь бульон, добавляйте горчицу, соевый соус. Так как он у меня отсутствует, я его не добавляла, добавила щепотку чеснока. И после того, как соус загустел, влейте тоненькой струйкой, постоянно помешивая сливки. И все соединилось. Довольно-таки вот такой вот густой соус получается, кремовый. Как только закипел, после добавления сливок сразу снимаем с огня. Это просто невероятный соус. Но хочу отметить, получается его очень много. И если вам столько не нужно, делайте половину порции. Этого будет достаточно. Тем временем, фрикадельки готовы. Запекаются они при 180 градусах 30 минут в духовке. Подавайте с отварной картошечкой, с пюре, с свежими какими-то овощами. Щедро приправляйте приготовленным соусом. Как я уже сказала, он просто фантастический. Приятного аппетита! Всем пока! До скорой встречи! Не забывайте подписаться и поставить лайк. Всем вкусных фрикаделек!